Представители знака Зодиака Козирог. Козироги мои дорогие, здравствуйте! Торопрогноз гороскоп на неделю с 5 по 11 июня. Давайте узнаем, что важно знать по мнению карт. Такой будет наша первая карта. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но мы допускаем альтернативные варианты как развития событий, так и нашего восприятия. И я надеюсь, ваша интуиция и метафорические образы карт помогут сложить какой-то пазл или принять какое-то решение. Или от чего-то отказаться, может быть. Ну, чем-то помогут. Итак, первая карта. Что важно знать на неделю? Для Козирогов. Чего не избежать? Или, может быть, это неожиданности? Или данность какая-то, которую мы отменить не можем? Чему сейчас не время? Или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем три карты по основным сферам деятельности. Дела, работа, бизнес. Что у нас по финансам? И как там в личной жизни? Давайте тоже узнаем. Итак, что важно знать? Ну, вот здравствуйте. Зачем нам такое? Хотя любая карта имеет много значений. И десятка мечей – это ведь мы закрываем в прошлое дверь. Это когда-то был сложный период, когда мы, наверное, как этот человек, который изображен на карте, его пригвоздили словно к земле, обездвиженность какая-то. Был период, когда мы не могли что-то изменить, когда, может быть, и было предпринято много попыток, а результата не было. Или для кого-то из вас. Это период, когда вскрылось какое-то предательство или были сложные переживания. Эмоционально-психологический период был очень сложный, когда тяжело в душе, а сам я что-либо изменить. От меня как будто ничего не зависит. И вот это все подходит к концу. Это 10. Это уже последняя стадия. И мы на сегодняшний день уже сильны. То есть это закончилось в прошлом. Но нам почему-то выпадает эта карта. И значит, для кого-то из вас, что она может означать? Понятно, что в прошлое мы закрыли дверь. Но вот именно этот богатый опыт, если так можно сказать, или вот этот со знаком минус опыт, он нас не только сделал сильнее, но еще и более прозорливее. Мы какой-то повтор прежним ошибкам или доверию какому-то не совершим. Мы сумеем предусмотреть что-то, как будто предугадать, может быть, где-то прослушать собственную интуицию. Интуиция что это? Это тоже наш опыт, который мы отпускаем где-то эмоционально, а оставляем только ситуацию. Но уже вторично мы на какой-то крючок ведь не попадаемся. И здесь как и закрыть дверь в прошлое, так и не повторить какую-то ошибку, что важно знать. Может быть, человек появится на вашем пороге, который как раз вот такие эмоции вам доставил. Или есть какие-то незавершенные дела, типа де-юры даже, да, ведь у каждого своя история. Может быть, не сложились в прежнем союзе отношения, не было взаимопонимания. У кого-то это по работе проиграется. Но как будто нужно либо сыграть последний аккорд или расставить все точки над «и», чтобы больше к этому не возвращаться. Вполне вероятно. Давайте мы тогда посмотрим, раскроем остальные карты, чего не избежать. У кого-то могут быть, знаете, иногда, конечно, это в первую очередь, давайте скажу, с основного значения именно в этой колоде карт то спинтакли проигрывается как карта шанса. И это может быть получение денег конкретно, чего не избежать. Получим деньги. Может быть, те деньги, из-за которых мы расстраивались и какое-то время не могли изменить ситуацию. Может быть, это какой-то гонорар, который тоже по каким-то причинам задерживался. Или, может быть, были какие-то разбирательства, когда то, что нам причиталось, мы тоже не могли получить. И тут, скорее всего, чего не избежать, мы это получаем. Именно то, что касается финансов. С другой стороны, это может быть какое-то как перспективное предложение, сообщение или какая-то новость, которую мы себе во благо тоже можем применить. Или для кого-то из вас это может быть та новость, которая будет свидетельствовать о завершении какого-то длительного процесса, который тянется из прошлого. А тут как будто мы поставим точку. А для кого-то из вас, иногда так бывает, мы получаем внезапно новость, опять же, или приходит к нам какая-то информация, которая нас первый момент выбивает словно из колеи. Она может нас где-то расстроить, раздосадовать. Или мы можем думать, ну почему же, как же так это все сложилось. Я вроде бы тут себе распланировал, а тут что-то, ну совершенно то, что распланировать невозможно. И нам, мы вынуждены точнее переключиться на какие-то другие дела. Может быть, куда-то поехать, улаживать какие-то вопросы. В последующем мы поймем, что ну да, жизнь такова, что этот период был просто необходим для чего-то. Но на первый момент, нас, повторюсь, это может так вот, знаете, дезориентировать. То есть, у нас вроде шло все по плану, а тут как будто какая-то синкопа. Непонятно, как-то вот надо перестроиться быстро. И у каждого ведь по-своему. У кого-то это может проиграться с десяткой мечей, как какая-то ситуация от вас на расстоянии. И нам придется как-то провзаимодействовать с чем-либо и либо с кем-либо. Вот такое значение тоже может быть. Но я надеюсь, что для большинства из вас проиграются как раз какие-то возможности. Первое, получению денег, а второе, это закрыть дверь в прошлое. Вот что-то, словно момент перехода между прошлым и будущим. Будущими какими-то возможностями, прекрасными перспективами. Или то, что у меня получилось решить. Может быть, длительный период времени вы где-то, ну так, наступали на горло собственной песни. Пытались буквально решить какой-то вопрос, а все, ну, не получалось. Может быть, и по финансам была ситуация, когда из нуля в рогожечку. А здесь вот обстоятельства как-то больше в вашу пользу будут разворачиваться, когда вы с оптимизмом будете уже смотреть вперед. Чему сейчас не время? Знаете, не время выяснять отношения, не время проводить какой-то параллель, кому-то что-то доказывать. И по этой карте у нас идет бунтарь без причины. В хорошем смысле эта карта проигрывается, когда мы ищем какую-то правду. Но, видимо, ну не на этой неделе. Как искать какую-то либо информацию, значит, либо информация будет искажена, либо она уже не имеет значения, либо какие-то разговоры мы даже затеем, да, вот, или нас будут пытаться втянуть. Часто, видите, вот именно в этой колоде карт бунтарь без причины проходят люди, которых мы знали, или с которыми нас столкнет судьба внезапно. И их отличает именно либо дурной характер, либо когда им всегда плохо, либо им всегда мало, либо они нам пытаются что-то доказать, либо нас к какому-то делу приобщить, либо втянуть в какой-то вопрос. А нам вообще туда не надо, говорит эта карта. И держи позицию стороннего наблюдателя. Словно ввязаться в какой-то конфликт мы не должны, мои дорогие. Вот этому точно не время. Анализировать или верить первой информации, которая приходит. Ведь есть тот момент, когда что-то внезапно происходит, понимаете, и нас может это отчасти выбить так вот из колеи. Мы можем думать, у кого-то все взаимосвязано, может быть. Или вам, допустим, должность предложили, почему нет, а кто-то будет против и начнёт высказывать там какое-то своё фе или ещё какой-то негатив. А нам говорят, нам туда не надо, не обращая внимания. То есть вообще не реагировать на то, что думают люди. Вот в целом. Есть у нас какая-то своя правда, и мы её словно должны придерживаться. Есть у нас уже какой-то и опыт, где мы уже не только шишек набили, но из которого мы потом, может быть, какой-то период времени нам потребовался для того, чтобы мы баланс эмоциональный в себе восстановили. Поэтому куда-то мы словно соскользнуть ещё раз или повторить какую-то ошибку мы точно не должны. Но даже если нас судьба сталкивает с людьми, которые как раз вот по этой карте какие-то неприятности, может быть, или неприятные эмоции мы уже прежде испытали, то даже если правда за нами, мы её не пытаемся доказать. Вот ну не время этому. Не тратить силы, не тратить энергию, не тратить время. Правда. Что нам помогает? У вас на коту что-то важное, доброе, светлое. Это карта колесницы, это как карта поездок, переезда, новых грани сотрудничества. И надо сказать, Венера в ходе знака Зодиака Лев с 4-го числа июня. И это для всех нас какое-то, и как и сотрудничество может быть новое, это вообще новый вкус к жизни. Романтика, флирт, какая-то игра может быть по новым правилам. Но это то, что нас вдохновляет, безусловно. И нам в другую сторону говорит карта. Нам надо вдохновиться как каким-то проектом. Может быть, совершить куда-то поездку, может быть, даже без точного маршрута. Для кого-то буквально, чтобы быстрее от какой-то ситуации минусовой отойти, просто себе позволить недалекое путешествие на пару дней. Куда-то, чтобы абстрагироваться от той обстановки, в которой вы находитесь. Абстрагироваться от неприятных людей, личностей конфликтных, буквально. Или от того, что вам постоянно напоминает о каком-то минусе. Понимаете? Условно переключить своё внимание в какой-то более позитивный лад. А ещё по этой карте отпускай всё то прошлое, что уходит. Не удерживай. И, кстати, не удерживай, ведь это карта свободы отчасти, потому что словно колесница и колесничий мчится, правда, его ничто не держит. Так вот, и нас, словно, не должно ничто держать. Новый вкус свободы для вас, мои дорогие козероги, может проиграться на этой неделе. Поэтому не держимся за прошлое и встречай всё то, что приходит на твой порог. Об этом тоже нам говорит карта. А надо сказать, что в колоде Тару Висконте Сфорца именно карта колесница это карта удачи. Удачи и успеха. И что нам помогает? Вот когда мы с оптимизмом смотрим вперёд, и ведь это старший аркан, обстоятельства будут вам словно помогать, уводить вас от какой-то ненужных отношений, от ненужных каких-то переживаний. Поэтому, если будут складываться какие-то предложения о поездке, отправляйтесь, мои дорогие козероги. Вас это не только вдохновит, порадует, а может быть, вы ещё узнаете что-то для себя ценное, нужное, или абстрагировавшись, повторюсь, от какой-то обстановки вы увидите для себя в жизни, в других красках, правда? или то, что нам вообще приходит в информации на наш порог, как будто тоже следует с этим провзаимодействовать. Где-то там вот наша удача может находиться. Это нам всё помогает. Дела, работа, бизнес. Ну, правда, вдохновиться нам как будто тоже карта напоминает. И несмотря на то, что дела, работа, бизнес, значит, делом мы должны заниматься, то, которое нам нравится, работа, которая приносит как и вдохновение, так и удовлетворение, так и, посмотрите, выглядывает из кубка, несмотря на то, что это карта музы, выглядывает из кубка рыбья голова, и это не что иное, как прообраз денег, то есть там, где наше может быть творчество, да, для людей творческих, или если мы занимаемся той профессией, которая, ну, нам доставляет радость, а не тогда, когда мы идем, понурив голову, словно на галеру, на эту работу, а вот нам должно что-то нравиться, так вот в той стороне и наш финансовый успех, и наше благополучие, но надо сказать, в целом хорошее настроение, и какие-то вопросы порешать будет, может быть, и то, что о себе напомнит, с каким-то минусом, но это из прошлого, но безусловно, я так больше, вот все вот эти три карты, этот триплет, расценивают, что для большинства из вас это как раз выход из какой-то ситуации, которая требовала, может быть, эмоционального, либо напряжения, либо была связана с какими-то разочарованиями, а теперь полный вперед с вдохновением и к другому совершенно качеству жизни, хорошее настроение, повторюсь, на всю неделю, что по финансам, посмотрите, принцесса кубков и принц кубков, у кого-то правда вот эта Венера может проиграться так, как встреча с человеком, или вы знали, допустим, этого человека, хоть нам это и по финансам приходит, но как-то для вас человек, который был прежде знаком на этой неделе, для вас может открыться совершенно по-другому, вы его знаете ну как-то иначе, по принципу кубков, и ведь это пара, повторюсь, проходит спаситель или искатель Грааля, если искатель Грааля это как раз вот то, что я обрисовывала где-то по карте Музы, или это то наше начинание, которому мы придаем духовное значение, то есть это не то, что зарабатывание денег, а это то, что приносит пользу людям, и должна сказать пару слов, что если вы хотите какой-то проект инициировать, то когда выпадает эта карта на деньги, мы должны для того, чтобы заработать больше денег или чтобы какой-то свой проект продвинуть, например, через финансы тоже, мы должны позиционировать именно нашу задумку, проект, назовите как угодно, именно с позиции, что это будет помогать людям, это для большинства будет иметь какую-то пользу, какое-то положительное значение, и тогда все наши проекты поддержат. вот тут немножко мы не то, что доказываем, например, что вот да, вот это так вот логически правильно или с позиции, что это материально выгодно, а мы говорим, нет, это полезно будет для всех, ну и вот в таком где-то ключе, и тогда у нас получится быстрее решить те или иные вопросы. А если мы говорим о значении спасителя, это тот, который нас умеет выслушать, и значит, может быть, есть человек, которому мы можем довериться, а он нам даст какой-то ценный совет, или дельное что-то скажет, или подскажет, как разрулить какую-то сложную ситуацию. Одним словом, есть какое-то взаимодействие раз, и есть то, что нас радует, безусловно, вдохновляет два, и есть то, что нам еще и помогает три, и это дела работы, бизнес и финансы. Вот где-то в этой сфере обе эти карты у каждого по-своему могут проиграться. Давайте посмотрим, что у нас в личной жизни. Восьмерка кубков. У кого-то будет конкретный уход, вот закрываем дверь в прошлое. И по этой карте выход из зоны комфорта. Есть элемент, когда предусматривается мужество. Темноватая вроде как карта, но идти вперед придется. И человек, который нам изображен на карте, обратите внимание, он не оглядывается на зват. как будто все, что позади, уже не имеет значения. Нет интереса, нет того, чтобы нас зацепило эмоционально. Не хочется даже оглядываться, несмотря на то, что, может быть, что-то ценное и осталось. Вот это, наверное, та точка невозврата, когда я принимаю решение по какому-то вашему конкретному вопросу или по личной жизни, или у кого-то проиграется, может быть, рабочая какая-то ситуация. Вы понимаете, что нужно как-то это решить, поставить в чем-то точку или принять какое-то соломоновое решение раз и навсегда, чтобы уже не возвращаться к какому-то прошлому, а просто идти вперед. Несколько карт нам о подведении итогов, и включая старший аркан, который нам тоже сказал, что провожай это все прошлое, оставляй. Тут словно тебе пространство будет помогать в том, что могут и люди, кстати, уходить из жизни. Увы, я надеюсь, что этого не произойдет, но вот этот реплет может быть такое, проиграться. Это может быть кого-то, как, ну, кого вы знали много лет, или где-то там по работе, или какие-то у кого-то далекие родственники, такое иногда проигрывается, и значит, может быть, мы вынуждены будем куда-то поехать, у кого-то так может проиграться. или в связи с тем, что даже если что-то уходит из нашей жизни, перед нами все равно открываются какие-то новые перспективы. Нет места прошлому, просто вот, может быть, наступил тот момент, когда необходимо для себя самого понять, что я сейчас действительно прохожу какую-то точку невозврата, прошлое не может быть повторено, и для меня сейчас будет важен новый опыт. У кого-то это буквально проиграется, как новые отношения, у кого-то в уже сложившемся союзе это могут быть вопросы просто с вашим переездом связанными, или с поездкой, или со сменой вашей работы, или, может быть, какие-то новости со стороны вашего партнера, и они в вашей семье или в вашей паре так или иначе, ну, на какие-то ваши общие перспективы тоже могут влиять, или это какое-то решение по какому-то вопросу конкретному, когда мы искали, повторюсь, это самое решение, или пытались в чем-то сделать правильный выбор, и здесь мы уже его практически делаем, что-то для нас прояснится окончательно. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда! обязательно Субтитры создавал DimaTorzok